Одним из достоинств Божественных Писаний является то, что они не умалчивают о падениях праведников. Каждый раз, когда мы говорим о Лоте, мы вспоминаем о том, что он, о ужас, спал с дочерьми. Говоря об Иакове, вспоминаем, как он обманул по научению матери брата своего Исава. Имена Петра и Павла вспоминаются всегда с моментом отречения Петрова и с тем, что Павел был прежде гонителем. Когда мы говорим о Давиде, мы не умалчиваем о тяжелом его падении, о прелюбодеянии и убийстве. Падение это послужило рождению самого известного в христианском мире псалма, покаянного, пятидесятого, по милу имя Божия. Но прежде нежели разобрать текст псалма, мы расскажем предысторию, историю о том, как он появился. На исходе дня Давид вышел на крышу своего дома, чтобы отдохнуть. Оттуда он увидел купающуюся женщину. Женщина была прекрасна, и это зрелище возбудило, зажгло в сердце Давида прелюбодейный огонь. Глаза это окна души, через них в нашу душу попадают греховные впечатления. Иеремия говорит об этом, смерть входит через окна. Об этом знал Иов, почему и сказал, с глазами моими и заключил завет не помышлять о девице. Давид не искал прелюбодейных впечатлений и сладострастных зрелищ. Он посмотрел случайно. Но от грошовой свечки Москва сгорела, а от одного взгляда неосторожного родилось два преступления. Царь повелел привести женщину к себе. Он спит с нею, влюбляется в нее и оставляет ее у себя. Однако Версавия, так звали женщину, была замужем. Для того, чтобы жить с нею, нужно добавить к блуду убийство. Давид все время воевал. Была война и в то время. Он приказывает послать Урию, так звали мужа женщины, в опасное место битвы, на верную смерть. Урию убивают. Давид делит ложи с чужой женой и ничего не чувствует. Его совесть молчит. Для того, чтобы осознать свой грех, нужна помощь со стороны. Помощь явилась в лице пророка Нафана. Нафан рассказывает Давиду историю. Царь, в твоем царстве творится недоброе. У одного бедняка была овечка. Он кормил ее из рук и спал, обнявшись с ней, как с дочерью. У богача было тысяча овец. И когда к богачу пришел друг, он пожалел своих овец и приказал забрать овечку у бедняка и зажарить ее на стол. Царь вскакивает с престола и гневно кричит. Этого злодея нужно предать злой смерти. Этот человек ты, говорит Нафан. Ты взял жену Урии Хиттиянина, а самого его убил. Тяжело и медленно Давид опускается на престол и говорит. Я согрешил перед Господом. Царь много плачет. Он омывает слезами свою постель. Сын, рожденный при любодеянии, умер. А из сокрушенного сердца царя Давида истрогается Псалом 50-й. Помилуй мя Божие. Этот Псалом до сегодняшнего дня читают все те, кто хочет покаяться перед Богом в своих грехах. И об этом Псалме буквально и детально мы будем говорить в следующей нашей встрече. А посему до следующей встречи в Саду Божественных Песен, в том чудном саду, который не вянет и не перестает приносить плоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Саду Божественных Песен